друзья всем привет вы на канале moto sancho в наши края как видите пришла осень и на кустах поспели днепры самое время собирать урожай как видите я все еще занимаюсь наведением порядка и сегодня мы с вами доберемся не только до этого в ржавого днепра вросшего в куст но и до груды металлолома сложены в противоположном углу моего двора хотя насчет металлолома я наверное погорячился потому что все это детали от мотоциклов в разном состоянии что-то уже изношено что-то ржавое но тем не менее это детали все что у меня есть я сортировал и хорошие качественные детали которые еще могут использоваться отправлялись в мастерскую а то что может быть когда-нибудь будет восстанавливаться складировалась здесь много раз я все это уже перебирал наверное каждую осень находит на меня такое настроение но сегодня хотел бы поподробнее остановиться вот на этом мешке много раз у меня спрашивали санчо когда будет проект с восстановлением минскача мы видели у тебя есть множество запчастей для него там почти целый минскач можно собрать да что-то у меня есть и все она находится вот в этом мешке давайте сейчас не спеша достанем и посмотрим чем же мы располагаем итак давайте полюбопытствуем что же у нас здесь есть начнем с половины картера две левых на первый взгляд как будто бы одинаковые но если присмотримся то увидим что есть у них отличия по форме я так подозреваю что вот это более старых годов выпуска а это более новых старая стыкуется вот с такими крышками более овальными а новая соответственно вот с такими кажется такие движки стояли на минск лидер но это не точно правая половина картера у меня только одна и она стыкуется как с этой да все совпадает так и с этой давайте соберем что-нибудь похожее по форме на минскачевский движок естественно начинки никакой нет коленвал отсутствует корзина сцепления тоже коробки передач тоже нет этот проем кстати закрывается отдельной крышкой их у нас две на одной даже сохранились какие-то шестерни этим мне всегда нравился минскач что для доступа к кпп не надо колоть двигатель снимаешь крышку генератора крышку коробки и вот она вся пожалуйста даже масло сливать не обязательно достаточно было уложить мотоцикл на бок есть состыковалась крышки генератора нет зато есть какой-никакой цилиндр он конечно ржавый но возможно его еще спасет росточка есть задиры которые похожи на следы от поршневого пальца либо стопорное кольцо вылетела либо палец уперся в гильзу и продрал канаву но у нее глубина где-то пол миллиметра если под какой-нибудь третий или четвертый ремонт точить вполне сгодится да в цилиндр ведь у нас устанавливается поршень он тоже здесь есть юбка цело отверстия под палец целы канавки под стопорные кольца ручьи колец и только в одном месте есть вот замятие что-то попало возможно между поршнем и окном и помяла алюминий устанавливаем наш цилиндр и сверху он должен накрываться головкой головы тоже 2 на этой выломаны некоторые ребра резьба под свечу в порядке и с обратной стороны тоже все хорошо есть уплотнительное кольцо поверхность камеры сгорания чистая а вот эта голова сверху более целая все ребра на месте резьба под свечку тоже на месте но если посмотрим изнутри она видите вся побитая она уже окислилась что-то сюда попало водичка может быть и здесь есть такие раковины вмятины скорее всего механическим путем что-то попало в камеру сгорания и начала ее разбивать в общем эта голова уже вряд ли будет работать вот так да есть у нас какие-то фрагменты зажигания устанавливается сюда еще одна крышка сцепления еще одна крышка сцепления с вырезом это был минскачевский двигатель демонстрационный который стоял наверное в автошколе в учебном классе и можно было смотреть как внутри устроен механизм сцепления для этого вырезали такой кусок и наконец передняя ступица вместе с щитом колодок собственно весь механизм тормозов без самих колодок тоже конечно все прожавела надо чистить но думаю подлежит восстановлению и вот скажите можно из этого собрать минскач это будет как каша из топора то есть вокруг нескольких условно рабочих деталей придется собирать целый мотоцикл а учитывая что старые двухтактные 125 киноминском мотовелозаводе уже не производят и запчасти для них найти достаточно тяжело я этим заниматься не собираюсь а все те минскачевские детали которые мы с вами сегодня посмотрели хотел бы отдать кому-нибудь кому они действительно пригодятся у кого уже есть минскач и кто найдет для них достойное применение единственное условие пожалуйста самовывозом приехал забрал и увез нет у меня времени бегать по транспортным компаниям или отсылать все это почтой ну а пока все это отправляем обратно в мешок а ко мне тем временем подъехал мой подписчик сергей он звонил здорово здорово никита саша показывай серега приехал не с пустыми руками сказал что везет какие-то ух ништяки сранухи сиденья подходят коляску да держи круто это сринос какого 19 широкая не подойдет я думаю ты сделаешь идет с этого сринос ценник они задний ряд там три сидения тебя же колясок не одна штука ну да спасибо пригодится куда-нибудь так точно ухты кроме красота ураловский ураловский наверно на 18 19 19 круто эти образец примере фантастика а это для москвича там ручки замки ого трамплеры круто бачок давай поболтали с ребятами кофе попили час наверное прошел а у нас небо затягивает тучами дождик начинается ух жигули гараж 32 спереди видели светодиоды называются прощайте права гаишники если увидят сразу отберут вернемся к нашему железу я сегодня еще хотел бы из этой кучи выбрать детали двигателей которые возможно удастся восстановить вот например днепровский распредвал если не ошибаюсь от 10 36 с широкими кулачками он ко мне уже попал в таком ржавом неприглядном состоянии но если эту ржавчину очистить кулачки шлифануть поменять подшипники шлифануть поверхность под сальник возможно он еще поработает откладываем и точно также перебираем всю эту груду железа струбцинка какая-то и таких деталей набралось почти целое ведро чего здесь только нет какие-то гаечные ключи шестерни грм шестерни коробок передач как ураловских так и днепровских распредвалы и шатуны даже кое-что из минскачевских деталей нашлось и наконец днепровский маховик тоже весь ржавый что же мы будем с ними делать если помните прошлой весной я восстанавливал днепровский бак чистил его от ржавчины и после этого у меня осталось некоторое количество лимонной кислоты которую я не вылил а сохранил вот сейчас мы попытаемся с помощью этой лимонной кислоты почистить детали заливаем конечно чтобы реакция шла быстрее неплохо было бы этот раствор подогреть но и так пойдет главное подольше поддержать залил под самый верх и закрыл сверху пленкой теперь оставим на пару дней и посмотрим как это сработает ну а на сегодня это пожалуй все что я успел вам рассказать и показать всем спасибо всем счастливо и всем пока спасибо